Доброе время суток! Я приветствую всех, кто уже подключился к нашему интернет-тренингу. Пожалуйста, поставьте плюсики, хорошо ли вам слышно, нет ли помех. Так, я вижу, что слышно. Спасибо. Я еще раз приветствую тех, кто находится в мониторах своих компьютеров. Сегодня нас ожидает просто потрясающий тренинг. У нас великолепные спикеры. И первая наша тема посвящена питанию современного человека. Wellness Pro питания современного человека. И эту тему проведет действительно потрясающий специалист, врач-диетолог. Эксперт-диетолог Центрального телевидения России. Плакиновый директор компании Wellness Pro Ольга Хризантына-Перевалова. Это очень важная, интересная тема. Вы услышите и увидите сегодня много интересных фактов. Вторая тема тоже очень важна. Это секреты успеха в бизнесе Wellness Pro. Мы поговорим о новостях промоушенных компаний. И эту тему будет вести директор по развитию Wellness Pro Вячеслав Базейкин из города Новосибирска. Итак, еще раз всех приветствую и с огромным удовольствием передаю микрофон первому нашему спикеру Ольге Хризантемовне, город Москва. Ольга, пожалуйста, ваш микрофон. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас в нашей интернет-комнате. На очередном и, надеюсь, познавательном для вас сегодня вебинаре. И я сегодня подготовилась особым образом. Почему? Потому что наступили особые времена, в том числе и в вопросах питания в нашей стране. Я не политик, не имею отношения к политике никакого, но я имею отношение к жизни обычных людей. И вижу, как стремительно ухудшается, так скажем, ситуация экономическая в стране. Очень многие люди стали прижимистее, стали бережливее относиться к своим средствам и выбирать продукты питания в том числе. Цены растут, к сожалению, и думаю, что это будет продолжаться. Поэтому тема, которую я сегодня подготовила, она очень вписывается как бы в контекст современной жизни. Посему я назвала сегодня свою презентацию «Велнос-про. Питание современного человека». И вы из моего повествования поймете, почему вот в эти тяжелые времена, когда сгущают стучи над нашей страной, очень важно не потерять оптимизма, энергии, здоровья, сил. А питаясь правильно и экономически выгодно, можно, что называется, вынырнуть из кризиса через какое-то время с большими привилегиями. Вот об этом, собственно говоря, и моя сегодняшняя презентация. Я хочу начать с неприятных цифр, так скажем. Посмотрите, какова на сегодня смертность взрослого населения в некоторых странах мира. Если на 100 тысяч населения умирает меньше всего людей в Швеции, 82 человека, а больше всего на Украине, понятно, по каким причинам, то Россия, видите, красным столбиком недалеко, что называется, ушла от Украины. Нам очень жалко эту страну, что там происходит, но мы, к сожалению, ну, так скажем, не сильно лучше живем, чем наши близкие друзья. А вот продолжительность жизни в нашей стране, к сожалению, очень низкая. Даже сегодня, при том, что уровень жизни, в принципе, до последнего года рос, мы жили в среднем 62-4 года. Это если мужчины, женщины чуть больше, в районе 70-72, но нам очень далеко, до итальянцев, канадцев и японцев. У них продолжительность жизни повышается. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, имеет прямое отношение и к смертности, и к продолжительности жизни. Посмотрите, как выросла динамика цен на продукты питания с начала этого года. Причем больше всего она выросла, казалось бы, на те продукты, на которые не должна вырасти. Это продукты первой необходимости. Я имею в виду картофель, овощи, я имею в виду воду, молочные продукты. Мясо, злаки, птицу и рыбу. Но, тем не менее, вы сами видите по, так скажем, полкам в наших магазинах, что цены растут. В этой связи нам трудно будет вписаться в бюджет нашего, так скажем, нашей корзины потребительской. И это все может отразиться на состоянии нашего здоровья. При этом современный человек живет, как известно, в условиях особенно мегаполиса, в условиях гипдинамии, питаясь на бегу, на скаку, имея вредные привычки. Экология продолжает ухудшаться, стрессы нарастают с каждым днем, что называется. И от этого человек не становится здоровее. Количество хронических заболеваний у каждого из нас с возрастом увеличивается. Что нам делать в этой ситуации с едой? Поскольку я диетолог и учу людей не болеть при помощи питания, и лечу их не лекарствами. Я никогда не назначаю лекарств. Последние лет 15 вообще никогда. То есть моя работа диетолога – это научить человека питаться, то есть людей, что называется, лечу белками, жирами, углеводами, а также минорными компонентами пищи, к которым относятся витамины, минералы, вода, питанциды и различные ботанические факторы. Так вот, в нашей тарелке фактически может лежать как лекарство, так и яд. Причем от нас, от любого из нас зависит, что мы в эту тарелку положим. Если посмотреть на эту пирамиду питания, то она сильно изменилась за последние годы. И связано это с тем, что происходит дефицит питательных веществ в нашей еде. И те люди, которые думают, что продукты питания не изменились, они очень сильно изменились. Я постараюсь вам это сейчас доказать. А причина этих изменений перед вами – это и почва, которая беднеет, и всевозможные агротехнические мероприятия, и использование специальных видов обработки продуктов, и преждевременный сбор овощей и фруктах, когда они доспевают у нас в холодильнике, и изменение условий хранения пищевых продуктов. Все это, конечно, не знает качество нашей еды. Но вот есть вещи, которые от нас однозначно зависят. И мы о них сегодня поговорим. То есть, если бы мы питались рациональнее и выбирали, так скажем, правильные привычки своего пищевого поведения, не питались фастфудом и старались максимально сбалансировать свои диеты, то однозначно мы выглядели бы лучше и лучше себя чувствовали. Происходит однозначно сдвиг в нашем рационе в сторону увеличения количества еды. Вот, между прочим, ученые высчитали, что еще 100 лет назад человек в год потреблял примерно 200 килограммов пищи. При этом физическая активность была больше примерно 1000 килокалорий по сравнению с современной жизнью. Но мы съедаем сейчас 300 килограммов в год еды и тратим примерно 1000 килокалорий меньше своей физической активности. Посему реальная калорийность нашего рациона примерно 500-700 килокалорий больше, чем нужно бы. И поскольку еда стала менее питательной, мы пытаемся получить все необходимое через еду, естественно, из традиционных пищевых источников. И неизбежно это приводит к тому, что мы пропорционально увеличиваем объем пищи, а соответственно ее калорийность. И это основная причина тотального ожирения нашего населения, причем на всей территории нашей страны. Если сравнить, если сравнительную оценку провести продуктов питания, как они изменились даже за последние 25 лет, то вы можете посмотреть, насколько упала питательная ценность основных продуктов питания, например, из овощей, как картошка, морковь, яблоки. Посмотрите, как много они потеряли витамина С, кальция, магния. Это те основные питательные компоненты, без которых невозможно быть здоровым. Посмотрите, как изменилась суточная потребность в количестве продуктов для того, чтобы получить суточную потребность важнейших компонентов нашей пищи. Съесть 7,5 кг, это практически ведро яблок в день, чтобы получить 75 мг витамина С, это абсолютно нереально. Или, например, чтобы по кальцию закрыть норму суточную, это надо съесть 2 ведра картошки за день. Сами понимают, что будет с человеком, если он попытается даже какое-то время побыть на такой диете. То есть он растолстит, невозможно как и заболеет всеми болезнями. Что нам делать? Какие пути решения есть в этом случае? Чтобы компенсировать дефицит питательных веществ, на самом деле наука предлагает пока на сегодня вот три наиболее, так скажем, доступных всем пути. Первый путь – это переход на натуральное хозяйство. Да, очень многие люди берут дачные участки, землю и строят там свои хозяйства. Но это, к сожалению, возможно в условиях города. Использовать в пищу продукты из магазинов специализированного диетического питания – это второй способ компенсации. Он достаточно дорог. И сейчас в связи с тем, что растет курс валют всех абсолютно, а у нас в основном привозное, так скажем, из-за рубежа все наше питание. Поэтому для большинства людей это недоступно абсолютно. Кошелек не выдерживает цен. И последнее, что предлагает нам наука в этом случае – это дополнительный прием недостающих питательных элементов из банок. Это оптимальное решение в современных условиях, которое может позволить себе практически любой. Поговорим о том, что такое сбалансированное питание. Вот какие понятия в это большое емкое слово вписываются. Прежде всего, это понятие калорийности. Вы можете себе пометить, что норма калорийности на сегодня для среднего человека, который живет в городах, это 1800-2500 килокалорий. Это для женщин нижняя цифра, а для мужчин – верхняя. Но, к сожалению, большинство людей питаются более калорийно. Лишние калории всегда превращаются в жир. Если говорить о питательной ценности, то большинство людей питается однообразно. То есть один и тот же завтрак, обед и ужин примерно одинаковые в течение недель, месяцев и даже лет жизни. И очень многие удивляются, почему у них возникают проблемы со здоровьем, лишний вес, плохой сон, низкая работоспособность, снижение активности, физически нет сил, низкий иммунитет. Все это причина однообразного питания, потому что организм в этом случае чего-то недополучает. Поэтому питательная ценность – это одна из самых главных позиций, к которой мы, диетологи, в своей работе, собственно говоря, и отрабатываем с нашими пациентами. Питьевой режим. Люди пьют мало. Это, так сказать, аксиома нашей жизни. Когда человек хочет что-то есть, то надо сначала попить. Вот этому мы учим каждый день всех наших пациентов. Большинство людей, почувствовав голод, едят. Вместо этого надо выпить стакан воды маленькими глоточками, подождать немножко, еще выпить. И уж тогда, если хочется сильно есть, надо приступить к еде. В конечном итоге центры сытости и жажды находятся рядом. Организм не имеет голоса, он не может сказать. Саша или Вася, напои меня сначала, а потом дай поесть. Так поступают все маленькие дети и животные. А нам у природы надо учиться. Поэтому помните, что если вы сильно проголодались, попейте сначала воды. Мозг, кстати, это орган, который требует большого количества жидкости. И плохо соображают и учатся в школе те дети, которые мало пьют. Давайте им с собой воду, а лучше сладкую, то есть какой-то компот или, так скажем, сок. Ваши дети однозначно будут учиться лучше. Но если говорить о режиме питания, то у большинства людей он неправильный. То есть редко и много. То есть они поели худо-бедно как-то на завтрак, пропустили обед, а на ночь наелись до отвала, там и обед, и завтрак, и ужин, и перекус. И все в одном получилось в приеме пищи. В этом случае люди вечером уже ни на что не способны. Они просто насыпают, что называется, на своей тарелке. Или на диване у телевизора. Не хватает ферментов для того, чтобы переработать. Это огромное количество пищи. Поэтому все, что не успело, не смогло переработать с организмом, превращается в яды, шлаки, токсины, которые откладываются в нашем организме. А мест, куда они могут отложиться, у нас очень много. В лучшем случае это будет подкорм жировая клетчатка и увеличение жира. А в худшем случае, если это будет висцеральный, абдоминальный жир, внутренний, который мешает работе основных органов фильтров. И потом уже будет однозначно развиваться какое-нибудь алиментарно зависимое заболевание. Посмотрите, как выглядит на сегодня основная, так скажем, проблема в питании. То есть мы получаем больше в своем рационе жиров. И это прежде всего трансжиры. То есть жиры, прошедшие термообработку. Либо у нас на сковородке, либо до нас, где-то у производителя еды. И чаще всего трансжиры попадают к нам из полуфабрикатов, фастфуда и кондитерских изделий. Поэтому прежде чем их купить, лучше внимательно прочитать этикетку и положить этот товар на полку назад. Мы переедаем углеводы, поэтому толстеем. Мы потребляем большое количество ешек, вредных веществ, всевозможной химии, усилителей вкуса, консервантов и соли, специи лишних, которые нужны для того, чтобы превратить еду во вкусную и законсервировать ее для того, чтобы иметь высокие сроки годности. Производителю в этом случае абсолютно плевать на конечный результат, то есть наше с вами здоровье. Но ответственность за наше здоровье, за нашу фигуру, за нашу продолжительность жизни несем только мы сами. И я хочу эту мысль здесь в очередной раз подчеркнуть. Только каждый из нас ответственен за то здоровье, которое имеет сегодня, а также за то, как он выглядит, как он себя чувствует и насколько он энергичен и работоспособен. Только мы, каждый из нас отвечает за этот конечный результат. В наших силах не есть вредное и позаботиться о том, чтобы на нашем столе было как можно больше полезных продуктов, в которых больше витаминов, минералов, белков качественных с аминокислотами, клетчатки, хорошего качества воды и растительных масел. Мы тогда сможем с вами компенсировать дефицит витаминов и прежде всего самого главного антиоксиданта, витамина С, которого в рационе современного человека не хватает почти на 80%. Это очень много. Кстати, витамин С, он самый хрупкий, он абсолютно неустойчив к термообработке, поэтому он погибает мгновенно при 100 градусах. Еще раз к питьевому режиму. 2 литра воды летом и полтора зимой в сутки дополнительно к чаю, кофе, супам, жидким продуктам мы должны обязательно использовать. Потому что мы с воздухом выдыхаем примерно 400 мл. 800 уходит через почки, еще 400 с каловыми массами. И примерно 600 испаряется через кожу, выходит с потом. Поэтому около 2 литров жидкости в общей сложности мы теряем, что называется, в процессе метаболизма в течение дня. Поэтому это количество жидкости надо восполнить через питье жидких продуктов. И прежде всего качественной, хорошей воды. Это нужно для того, чтобы иметь воду как универсальный растворитель всех полезных веществ, а также для того, чтобы выводить из организма продукты обмена. Потому что их избыток, собственно говоря, и приводит к тому, что мы раньше стареем и умираем от различных заболеваний, связанных с неправильным питанием. Следующая тема – это физическая активность. Да, мы совсем не активны стали. Более того, лень матушка вперед нас родилась. И это очень засасывает. Но мы должны помнить о том, что работа мышц облегчает сжигание жира, так как мышечная масса – это основной потребитель энергии. А энергия появляется в нашем организме только после переработки нашей еды. То есть в любом случае калории приходят через рот, но сжигает их в основном эта мышечная работа. Поэтому чем больше мы двигаемся, чем лучше развита у нас мускулатура, тем выше обмен веществ. Потому что сами мышцы по себе, имея маленькие и мелкие сокращения, вот это тонус, слово называется, тонус, требует большого количества энергии. Поэтому мышечные спортивные люди, они, как правило, ну так скажем, медленнее набирают вес, меньше толстеют, дольше остаются стройными, энергичными, здоровыми. Поэтому плавайте, бегайте, занимайтесь теннисом, спортом, игровыми видами спорта летом, зимой, весной, осенью. Вы должны планировать свой день обязательно, чтобы в нем был, так скажем, час-два отведен на физическую активность. И вы это однозначно можете. Начните хотя бы ходить. Старайтесь пройти не менее двух километров в день в среднем темпе. Это примерно 30 минут, но желательно, чтобы вы дошли до испаренной, то есть потеть надо слегка. Тогда можете себе сказать, что день прожит не зря. Ну и теперь я хочу вам рассказать о том, что является на сегодня, вот в этот момент, когда цены растут, и для большинства людей многие продукты питания становятся просто, что называется, недоступны. И по цене, и по качеству нам на помощь, наконец, приходит наше питание. Почему оно является на сегодня таким актуальным и является альтернативой еде обычной, я вам сейчас постараюсь рассказать. Но реально я лично ставлю именно на это питание на ближайший год-два, пока не улягутся проблемы экономического характера в нашей стране. Поговорим о нашем питании более подробно. Прежде всего, особенно для новичков, я хочу сказать, что это питание абсолютно хорошо защищено наукой. Оно прошло сертификацию, имеет все необходимые документы для того, чтобы любой человек понял, что это питание прошло медицинской, так скажем, апробации, изучено в институте питания, получило все сертификаты в соответствии к качеству, и оно не содержит никаких допингов, что очень важно для спортсменов, потому что они проходят допинг-контроль всегда, до и после соревнований. И наше питание используется давно в США, например, олимпийскими сборными США всех видов зимних и летних видов спорта. И вообще, доктор Виллер, создатель, так скажем, заказчик этого питания, он был в свое время главным врачом олимпийских сборных США. А это очень важно для понимания вопроса о том, что надо есть спортсмену или физкультурнику, или фитнес-инструктору, то есть человеку, велнос, образ жизни, про профессионалу, который обязан выглядеть лучше, чем его занимающийся. Поэтому вопрос питания профессионалов в спорте или фитнесе – это одна из ключевых, что называется, целевых аудиторий, для которых предназначен наш продукт. Он прошел все необходимые клинические исследования, не где-нибудь, а эффективность его подтверждалась клиническими исследованиями в Государственном институте питания Академии медицинских наук, в котором я сейчас прохожу очередной курс переподготовки профессиональной. И должна сказать, что выглядят эти ученые великолепно не только потому, что они в теме, а еще и потому, что они используют вот эти продукты функционального питания в своей практике. Поэтому вот этот коллектив замечательных врачей и ученых, которые я очень уважаю, вижу сейчас каждый день перед собой, и убеждается в очередной раз, что, используя функциональное питание, эти люди великолепно выглядят значительно лучше, чем все остальные врачи и тем более обычные люди. Потому что они эти продукты и изучают, и изнутри знают его химию, и его действия, и используют его естественно, только потому, что эти продукты лучше. И еще этот продукт питания проходил, так скажем, клинические исследования в Государственном НИИ терапии Сибирского отделения Российской Академии Медицинских Наук в городе Новосибирске, где получил очень высокую оценку. Кстати, на коктейлях ВЛСПРО защищены 4 кандидатские, готовятся 2 докторские. По темам, внимание, ожирение взрослые и детей, метаболический синдром, сахарный диабет и остеопороз. Это одни из самых главных тематик у диетологов, под которые, собственно говоря, и создается функциональное питание, и среди них ВЛСПРО лучшее на сегодня. Если бы было что-то лучшее, я бы это узнала. Но ученые пока считают, что это питание еще сколько-то лет будет недосягаемым по своим, так скажем, качествам питательным. Поговорим о главном продукте в программе ВЛСПРО с билансированным питанием, которое находится в этой банке. Это функциональное питание, коктейли, которые можно использовать всю жизнь, детям от полутора лет, а людям преклонного возраста, что называется, до гробовой доски. Всем мужчинам, женщинам, старым, молодым, здоровым, не очень, спортсменам, фитнесистам, физкультурникам и так далее. Беременным женщинам, то есть противоказания этого продукта нет. Оно специально разработано по генторному признаку, то есть есть программа для мужчин отдельная, есть программа для женщин с учетом их специфических особенностей, потребностей организма. У нашей продукции есть три основные программы, я о них скажу позже, которые помогают быстро и просто похудеть, например, без потери мышечной массы. Эти продукты имеют полный комплекс витаминов, 12 минералов, 13, которые прекрасно усваиваются. Эта программа способствует укреплению мышц и сокращению жировых отложений, что актуально, особенно для профессионалов в спорте и фитнесе. Предотвращает преждевременное старение и уменьшает возрастные проявления, а это уже интересует всех. За немаленькие деньги, при маленьком количестве килокалорий и высокой питательной ценности этому продукту действительно нет цены. Вот смотрите, сколько стоит в деньгах содержание полезных веществ одной порции нашего коктейля. То есть вот предыдущая картинка, стакан коктейля, 130 килокалорий, а сколько там лежит полезных веществ. Вот смотрите, если подсчитать, то это будет по килокалориям альтернатива, то есть те продукты, которые входят в коктейль, то есть в выжимки из них. А если в натуральном виде эти продукты купить, чтобы съесть то же количество полезных веществ из них, надо затратить половину моей пенсии. У меня пенсии 7600, так чтобы вы знали, я пенсионер. Так вот, мне надо за один только прием потратить половину моей пенсии и съесть при этом почти 10 тысяч килокалорий. Если я даже один раз это сделаю, я поправлюсь тут же на 2,5 килограмма, это будет ужасно. Поэтому альтернативы нет, в частности, тем людям, кто следит за своим весом и за здоровьем. Повторяю, что при минимуме калорий питательная ценность, функциональное питание гигантское. Перейдем к БАДовым комплексам. Один из лучших, который я знаю только, это Дефенс. Это великолепная формула, которая помогает сразу по всем фронтам, так сказать, очищать наш организм. У нас 5 основных фильтров в организме. Кожа, легкие, печень, почки и кишечник. Вот эта формула работает во всех 5 направлениях. Она способствует очищению организма от ядов, шлаков и токсинов, очищает кишечник, восстанавливает там нормальную микрофлору за счет содержания препробиотиков. 25 растений, 2 вида пробиотиков, это лактобациллоцидофильные, помогают восстановить в кишечнике то количество и качество микрофлоры, которое улучшает восстановление нашего здоровья, хорошее всасывание. Способствует улучшению энергетического баланса в течение дня. Энергетика растет. Это очень важно для всех, кто активен. Избавляет от сдутия живота. Актуальная проблема, особенно для тех, кто не может есть овощи. Способствует здоровому росту волос и ногтей. Это всем надо. Я не знаю людей, которые были бы абсолютно довольны, так скажем, своей внешностью. Ну и, конечно, состояние кожи. Люди, у которых есть проблема акне или некачественная кожа, сразу почувствуют разницу. Вот если у вас есть родственники, у которых есть на лице хоть один прыщ, или хоть какие-нибудь проблемы с комедонами, жирной кожей, неухоженной внешностью, так сказать, вот этим грубым эпидермисом. Вот как только они начинают принимать ДФНС, вот 3 месяца, 2 утром и 2 вечером таблетки, запивая большим количеством воды, но не на ночь, то состояние кожи на глазах улучшается. Это проверенный факт. Блокатор углеводов. Мы его называем банкетной таблеткой, и не зря. Почему? Очень многие сластюны не могут удержаться от того, чтобы не съесть лишних, так сказать, углеводных калорий. Поэтому использование блокатора за час до предполагаемых крахмал, содержащих углеводов, к которым относятся все злаковые продукты, картофель, хлеб, хлеббулочные изделия, кондитерские изделия. Блокатор, так скажем, блокирует усвоение крахмал, содержащих углеводов и ускоряет процесс потери веса. Контролирует чувство голода, и за счет фермента аминогена способствует улучшению и ускорению усвоения белка, и тем самым способствует улучшению пищеварения и отсутствии чувства голода. Очень хорошая формула. Я ее очень люблю, уважаю, всегда ношу с собой в сумочке на всякий случай, потому что соблазнов много, и во всем себя отказывать всю жизнь, наверное, это будет грустно. Мужская формула, хит-продаж, M-Power. Это очень ценная по своему составу формула, которая нужна и молодым, и среднего возраста мужчинам, и особенно мужчинам 50+. Потому что в этом возрасте у мужчин возникают аденомы, онкология, мощь половой системы, поэтому эта формула улучшает у молодых мужчин потенциальные способности, улучшает сексуальную жизнь, либидо, способствует здоровью предстательной железы, и мужчинам в возрасте 50+, помогает предотвратить развитие аденомы и рака предстательной железы, которые на сегодня являются самым быстро растущим раком в нашей стране. Я недавно была на конгрессе онкологов, вот они называют цифры увеличения аденомы и рака предстательной железы за последнее время аж на 140%. И связывает это не только с изменением питания мужчин, то есть они стали есть больше жирной и калорийной еды, но и с малоактивным образом жизни. Компьютер, автомобиль, они мало двигаются, и растят живот, а раз увеличивается количество висцерального жира в животе, это напрямую дает развитие вот этим заболеваниям, элементарно зависимым, прежде всего онкологическим. Это должны помнить все мужчины, женщины, которые живут с этими мужчинами. Поэтому если вы хотите, так сказать, качество жизни ваших мужчин, позаботьтесь об их здоровье, чтобы у них всегда этот продукт был, две таблетки на ночь, и все будет хорошо. Но это надо использовать нон-стоп, то есть банк окончил, следующую открываем. Следующий продукт, который я хочу вам озвучить, это мультивитаминно-минеральный травяной комплекс. Он сделан очень разумно, учеными для женщин и мужчин отдельно. У них разница есть в составе, потому что женщинам надо больше, так скажем, фитоэстрогенов, калия, им нужно больше фолиевой кислоты, селена, им нужно больше витамина А, С, магния. Это нужно для женской красоты. А мужчинам больше надо антиоксидантов и веществ, которые способствуют крепости, так скажем, мышц, костей и нервной системы. Поэтому разница в прописи этих комплексов есть. Но в любом случае их надо использовать круглый год. Вот если меня слушают новички, они всегда задают вопрос, а что это надо есть каждый год, то есть каждый день, весь год, без перерывов. Мы всегда диетологи отвечаем так. Если вам нужно здоровье время от времени, то принимайте эти все продукты вот время от времени. Но я знаю точно, что все люди чистят зубы каждый день и моются, и часто моют волосы, некоторые даже через день или даже каждый день. Зачем? Потому что соус требует внешней, так скажем, ухоженности, красоты. А здоровье, и прежде всего кожа и волос, оно строится изнутри. Поэтому питание, вот кожа и волос в нашей внешности, оно должно быть ежедневным и самым лучшим. Поэтому если вы хотите выглядеть каждый день хорошо и себя чувствовать, поэтому используйте все эти продукты ежедневно, невзирая на время года и ваши финансовые возможности. Тем более, что продукция, в общем-то, доступна и может ее приобрести, в принципе, любой человек, если сэкономит на алкоголе, на табаке, например, на жирных колбасных продуктах или некачественной еде. Ну и еще один, так скажем, хит-продаж, это омега-ультра. Великолепная форма, она очень современно сделана. В отличие от многих аптечных аналогов, она содержит не только омега-3, то есть жир из тушки рыб, рыбный жир, но она содержит также омега-6 жирные кислоты, которые входят в состав растительных масел. А их в этой формуле 8, из различных растений. И вот в силу того, что различные жирные кислоты находятся в этой формуле, а плюс еще запатентованный комплекс холестеринол, который снижает уровень холестерина, нормализуя его, вот эта формула омега-ультра является, на мой взгляд, одной из самых лучших и современных по своему составу. Она помогает поддерживать нормальный уровень алипидов в крови, поддерживает холестерин, нормальный уровень, и 3 глицеридов, 3 глицеридов обслуживает всю физическую работу человека, мышечную работу, активность, улучшает микроциркуляцию. Это актуально для всех, кто хочет иметь красивую внешность. Осуществляет антиоксидантную защиту к веточных мембран и нашего иммунитета. Вот такая программа, она должна быть каждый день, но он стоп всю жизнь. Это для тех, кто хочет всегда выглядеть хорошо и с годами только лучше. Реально вот эта программа позволяет всем людям от года к году омолодеть, хорошеть и получать комплименты от своих одноклассников, когда вы приходите на очередную встречу выпускников, то вы видите, как стареют ваши одноклассники и друзья. Но вы с этой программой сможете каждый год удивлять всех своих знакомых тем, что вы не стареете, вы молодеете, хорошеете, лучше себя чувствуете, прекрасно выглядите. Это очень такая престижная, что называется, часть нашей жизни. Сейчас очень дорого стоит внешность человека, а еще дороже его работоспособность умственная. Поэтому эта программа как раз для тех, кому нужно лучшее. Качество технологий, которые используются в изготовлении этого продукта, на сегодня самые лучшие. Я имею в виду технологии холодной обработки, то есть нет термической обработки, ничего не убивается температурой. Используются новейшие хилатные технологии, позволяющие сырью быть максимально мелким для того, чтобы использовать на клеточном уровне это сырье. И, конечно, это натурально-экологически чистой компонентой, не используется ГМО, и не используются заменители сахара. Никакие. Посему эта продукция натуральна и очень хорошо усваивается организм. Ну и у нас есть три программы. Это фирменная программа снижения веса, на которой худеют люди прекрасно, вы увидите дальше как. Это программа здоровья фитнес. Это вот как раз для профессионалов, то есть для спортсменов, фитнес-инструкторов, для которых очень важно выглядеть лучше, чем их занимающиеся. Поэтому это питание надо предлагать, прежде всего, вашим учителям в фитнесе, это спортсмены, физкультурники, люди любого возраста и те, которые вышли, так сказать, уже из возраста спортсменов, но они поддерживают свою форму. И последнее, это, конечно, спортивные программы спорта и здоровья для действующих спортсменов, особенно тех, у кого высокие нагрузки, как силовые, так и скоростно-силовые, так и сложные коррекционные виды спорта все нуждаются в базовом питании. Поэтому эта программа целиком подходит для всех видов спорта. И несколько замечательных слайдов я вам покажу о том, как спортсмены худели, как они менялись. И вот здесь вы видите результаты и обычных людей, и фитнес-инструкторов, и спортсменов. То есть можно похудеть, даже в семье, великолепно выглядеть, и получить максимально возможное количество дивидендов от своей жизни. А это результаты моей работы на программе у Елены Малышевой в проекте «Сбрось лишнее» 2010-2011 года. Вот Лариса Владимировна Артеренко, вот она перед вами, она сбросила за 5 месяцев 33, а за 6 месяцев 6,5-45 килограммов. И победила в этом замечательном публичном конкурсе, который проходил на Первом канале. Вы увидели, и он очень хорошо разрекламирован. Охудели эти люди у нас в центре Рима Рита, где я работаю, и мы с моим главным врачом, замечательным, великолепным профессионалом Рим Васильевым Мойсенко работали над этой группой, которая похудела, это 15 человек, похудела за 6 месяцев 500 с лишним килограммов, и в объемах уменьшились на 50 метров, так, между прочим, это очень серьезные результаты. Поэтому люди получили отличное здоровье. Вот еще один из участников этого проекта, молодая Катя Толстого, похудела на 32, она бывшая культуристка, спортсменка, мощная такая девушка, вышла замуж, родила ребенка, очень сильно поправилась, но потом с нашей программой в этом проекте похудела на 32 килограмма, великолепно выглядела, и сейчас у нее новая жизнь, семья, она очень счастлива. А вот такой же проект был в журнале «Красота и здоровье» совсем недавно, и Наталья Прилепина, которая худела в нашем центре, она оказалась победительницей. Все проекты мы выигрываем. Почему? Потому что, первое, у нас есть Wellness Pro, и у нас есть большой богатый опыт, плюс профессионализм, конечно, наших сотрудников, нашего центра. Вот Наталья так изменилась, похудев на 12 килограммов, ей 36 лет, она теперь дистрибьютор Wellness Pro, и замечательно работает как дистрибьютор. А вот еще один дистрибьютор, который стал таковым после того, как победил в проекте «Я худею» на НТВ. Это замечательная Ольга Будуева, которой я тоже занималась, моя клиентка, которая похудела за 2 месяца на 23 килограмма, вот так изменилась, потрясающе. Она стала моделью, ее теперь все каналы телевидения приглашают в свои шоу, она везде выступает, и очень прекрасно выглядит. Молодец, большая умница эта женщина. У нее очень сложная история, я сейчас о ней не буду говорить, но мы с ней провели для вас в прошлом году, по-моему, 2 или 3 вебинара, и она лично сама рассказывала о том, как она худела в этом проекте. Ну и вот один из последних результатов, это журнал «Эстет» в Москве проводил такой проект «Модель эстета похудей к лету». Его выиграла участница нашего сегодняшнего вебинара, я тебя вижу, Юлечка Назарова, вот она в этой группе. Вот она такая была пуклюшечка, и вот так классно похудела. То есть, она маленькая, изящная женщина, очень красивая и такая стильная. И сейчас она весит 57 килограмм, прекрасно выглядит. И вот в окружении этих замечательных мужчин, организаторов этого конкурса, Юля молодец, мы с ней познакомились, она похудела на 8 килограмм за месяц, за месяц. Причем 64, это не такой большой вес. Но небольшой вес труднее взять, чем большой, сразу вам говорю. То есть, больше надо усилий приложить. Но Юля отнеслась к этому чрезвычайно ответственно, как вообще, в принципе, она к всему относится. За что я очень уважаю, я тебя уважаю, Юля. Очень люблю. Поэтому ты молодец и достойно выиграл этот конкурс. Ну и несколько слов о тех конкурсах, которые проходили в нашей стране параллельно в этом году. Например, замечательный конкурс «Новосибирский мисс преображения». Этот конкурс нашумел, дал очень большое количество результатов, качнул так хорошо «Сибирь». И я благодарю его организаторов и учредителей, всех людей, кто работали с этими женщинами замечательными. И Малюкова Бориса Николаевича, который очень много сделал для этого. И организаторов «Велнос Про» и Колпакова Михаила и Татьяна, которые тоже из Новосибирска. Они, собственно, все это придумали, создали, организовали и провели. И уже не первый раз, и второй, и третий тур идет. Я надеюсь, что этот формат будет развиваться, потому что он действительно казался жизненным, что называется, стильным, модным в тему и очень хорошо, хороший отклик получил у населения. Так вот, несколько человек я вам покажу. Вот, например, Юлия Цемпилова похудела на 14 кг, так выглядит замечательно. Вот, здесь есть вот такие результаты, например, Анна Мелисманова похудела на 10, и это заметно. Какая стройная, элегантная женщина получилась. Привет ей большой, кто ее знает. Ну, и, конечно, Лелекина Ирина, которая вот так великолепно похудела, на 15 кг, такая стильно модная женщина получилась, такая очень аппетитная, красивая женщина. Ирина, передайте от меня лично привет за то, что она так здорово справилась с нашей программой. А что делать дальше? Спросите вы. А вот дальше надо идти в народ, что называется, на передовую, в поля, как говорит Наташа Ульга, моя подруга хорошая, и руководитель проекта «Беги за мной» на Телегерии «Росмолодежь». Вот мы с ней работаем уже четвертый год, и она готовит волонтеров, что называется, в народ, идти, учить людей худеть, вести здоровый образ жизни, и уважительно относиться к себе, к своему окружению, потому что, если вы хорошо выглядите, то вы доставляете удовольствие этим своим внешним видом для всех окружающих. Уважать надо социум окружения, поэтому старайтесь изо всех сил выглядеть хорошо, быть здоровыми, и говорите об этом, о своих успехах, о достижениях, как вы это сделали. Это и есть суть дистрибьюции, то есть той работы, о которой сейчас будет говорить следующий спикер. То есть составьте список тех, кто не узнал вас, или кто откликнулся добрым словом на ваш результат, кто искренне вам позавидовала, тоже хорошо, и дочь по-русски. Составьте такой список, всем расскажите, донесите до их ушей, до их семей, до каждого человека, кому нужно это питание, если он хоть немного, ну так скажем, считает, что недостаточно хорошо выглядит. Это и есть ваша основная функция, задача, это то, что я делаю каждый день, и делают многие наши дистрибьюторы, которые регулярно приходят на наши вебинары, часто здесь выступают, за что я им очень признательна, классно, здорово выступаете все спикеры, те, кто здесь появляется часто. Вы молодцы, растете, и делайте это, пожалуйста, как можно дольше и как можно чаще. Говорите, передавайте ваш опыт и продолжайте работать над собой, делайте результаты, заботитесь о себе и своих окружающих. Большое спасибо вам за внимание, желаю вам лучшей жизни с Левос-Про. Счастливо! Ну что ж, мне остается только от имени всех поблагодарить Ольгу за просто феноменальный тренинг, и я уверен, что многие сегодня записывали, то, что говорила Ольга, увидели великолепные примеры, это поможет вам в дальнейшем развитии. Ну, а мы с вами двигаемся дальше, следующая наша с вами тема называется «Секреты успеха в бизнесе Велнос-Про», потому что имея замечательные результаты, просто стыдно не помочь другим людям, и вот о том, как преуспеть, в чем преимущество бизнеса Велнос-Про, расскажет следующий спикер, это директор по развитию компании Велнос-Про Вячеслав Базейкин, и сейчас я с огромным удовольствием передаю ему микрофон. Черт, микрофон долго не берется. Здравствуйте всем, всем привет, и там, и на той стороне Атлантики, и Тихого океана, и на этой стороне Атлантики. Так, все здорово, меня слышно, классно. Вячеслав Базейкин, мы с вами сейчас поговорим, вообще, в принципе, вот тема, тема хорошая, тема интересная, секреты успехов в бизнесе Велнос-Про. Вы знаете, вы даже не подозреваете, вы очень многие знаете там массу всяких разных секретов, но надо просто-напросто их систематизировать для себя, и эти секреты, они начинают работать, потому что эти секреты сработали для тысяч людей, абсолютно разных людей, они сработали, срабатывают и будут срабатывать. Значит, давайте мы с вами пока разберемся, что же такое сетевой маркетинг. Вы знаете, существует вообще в принципе, существует масса определений маркетинга. Одно из определений. Маркетинг – это осуществление бизнес-процессов по направлению потока товаров и услуг от производителя к потребителю. Классно, вообще здорово, ничего не понятно. Бизнес-процессы и так далее, и так далее. Проще. Маркетинг – это движение товаров. И в принципе, можно его разделить на четыре основные типа. Потом они могут между собой комбинироваться и получается там очень много всяких разных там производных. Но основных четыре типа, я их так для себя понимаю. Это самый с вами всех известный тренейный маркетинг. Самый такой, который сделал нехорошую славу, его очень часто путают с сетевым маркетингом. Это камиво-изжорский маркетинг. Есть телемаркетинг. Хорошая тема. Это магазин на диване, все вы наверняка попадались там, когда переключаете канал и ищете что-нибудь интересное. Значит, телемаркетинг – это телемагазины, торговля по каталогам и так далее, и так далее. И сетевой маркетинг. Ну, в принципе, смотрите, линейный маркетинг, что это такое? По сути, это розничная торговля. Значит, у него есть свои особенности. Это сумасшедшие затраты, накладные расходы, реклама, помещения, персонал и так далее, и так далее. Камиво-изжорский маркетинг. Нет затрат на рекламу, немного посредников, но не случайно на дверях многих офисов появились таблички. Торговым агентам вход запрещен. Наверняка вы эти таблички видели. Вот это метод работы камиво-изжоров и продвижения тех товаров, за которые они не несут ответственности. Он сегодня продал один товар, завтра продал другой товар. Ему без разницы, что продавать, он умеет ходить, топать ногами, стучаться в двери, добиваться, доставать людей и сбывать каким-то образом абсолютно разную продукцию, качественную, некачественную. Телемаркетинг. Магазин на диване. Смотрите телепередачу, листаете козолок, куда-то звоните, может быть вам кто-то что-то покажет, может быть вы оплатите, вам что-то привезут. Но при получении, когда вы получили этот товар, ну, наверное, вряд ли получится избавиться каким-то образом. Хотя закон защиты прав потребителей никто не отменял, но куча фирм, которые не исполняют этот закон. И вот один из самых таких крупных, серьезных, это одна из самых крупных, серьезных систем продажи, сетевой маркетинг. Вообще это система продажи товаров и услуг с помощью независимых дистрибьюторов, которые могут первое продавать товар клиентам и также набирать и рекрутировать новых дистрибьюторов и получать процент продаж этих дистрибьюторов. Концепция MLM абсолютно кстати сетевой маркетинг, его еще аббревиатура звучит так MLM multi-level маркетинг и концепция его очень простая. Компания предлагает вам стать дистрибьютором и распространять продукцию, которую она производит, а также привлекать других людей в качестве распространения в свою очередь будут делать то же самое, что делаете и вы. И таким образом создается вот та самая дистрибьюторская сеть. Отсюда и произошло название сетевой маркетинг. Ее отличие от обычной камевой жесткой сети человек получает доход не только от своих продаж, своих личных продаж, но и от продаж и от объема сбыта той структуры, той группы, которую он построил, которую он создал, и от тех людей, которых он привлек в этот бизнес. Когда вы начинаете привлекать людей, вы становитесь спонсором для них и создаете свою группу, созданная сеть учитывается в компьютерном офисе компании, и вы можете ее контролировать через виртуальный офис в интернете, который вам предоставляется на нашем сайте, так называемый back-office. Сегодня он работает уже в полную силу, в полную мощь, его можно смотреть, его можно в нем можно следить за своими заказами, за заказами вашей группы, за вашими клиентами, и кстати, там куча инструментов сейчас появляется уже добавляется то, о чем и Татьяна говорила, и Михаил говорил, что там добавляется сегодня куча всевозможных инструментов, и вы таким образом сможете давать людям свой номер, ID, адрес сайта, вашу ссылочку, и человек может туда зайти, посмотреть, выбрать для себя и заказать, и купить у вас, либо через заказ, через интернет заказать эту продукцию, не важно, на самом деле, если есть ваш ID, все сработает в вашу пользу. Главные выгоды, которые дает сетевой маркетинг, и не случайно огромное количество компаний в той же самой Японии, чуть больше 75% всех товаров и услуг продается посредством прямых продаж. И главные выгоды, которые дает нам сетевой маркетинг, мы с вами можем покупать качественные товары, не оплачивая рекламные и другие посреднические услуги, зарабатывать деньги на продажи этих товаров, на рекомендации этих продуктов, этих товаров людям, вашим друзьям, знакомым. Ольга Хризантемовна сейчас рассказала очень классно, классно рассказала, и мы с вами еще один из секретов нашего бизнеса, мы с вами еще об этом поговорим, то есть нужно использовать и продавать потом результат. Вот это вот потрясающая вещь, без этого, без этого, ну, вряд ли, наверное, что-то будет получаться, может быть, да, на первом этапе будет получаться, но дальше люди, они это видят, все чувствуют, и поэтому обмануть можно один раз, второй раз, наверное, уже вряд ли получится, поэтому не надо никогда никого обманывать, тем более здесь, имея потрясающую ценность, имея замечательный продукт, используя его и так далее, отвлекся немножко. И второе, вторая выгода, основная, создавая сеть дистрибьюторов, мы можем получать устойчивый доход, и чем шире основание вашей пирамиды бизнеса, лично, каждого человека, чем шире оно, это основание, тем устойчивее ваш бизнес, чем оно шире, тем устойчивее ваш бизнес. Поэтому мы с вами постоянно говорим на каждой нашей встрече, что правило 3 плюс 3, 3 клиента, 3 дистрибьютора в месяц, 3 консультанта новых в месяц, дадут вам стабильный, устойчивый бизнес, который очень легко повторить, который очень легко тиражировать и очень легко размножить. И таким образом вы и все члены вашей группы, кто будут поступать именно так же, вы построите себе действительно стабильный, действительно устойчивый, надежный, большой бизнес. Большой бизнес, да. Значит, вот смотрите, у меня перед глазами данные Всемирной Ассоциации Прямых Продаж. Значит, что она говорит, что объем продаж компаний, работающих по системе сетевого маркетинга, в прямых продажах по данным на 2008 год составил в мире 114 миллиардов долларов и занято было почти 63 миллиона человек. В Соединенных Штатах Америки почти 31 миллиард долларов и занято там 15 миллионов человек. В России, вдумайтесь, всего 2,8 миллиарда долларов занимаются этим бизнесом 3 с небольшим миллиона человек. Эти цифры, они, наверное, да, не в полной мере отражают объемы продаж компаний сетевого маркетинга, потому что не все компании входят в эту ассоциацию, но даже эти цифры, вот, если на них внимательно посмотреть, да, они показывают сумасшедший растущий потенциал России. И мы с вами сегодня находимся в той самой точке, в той самой точке, когда каждому из вас и новичку, и опытному уже зубру, каждому из нас нужно задуматься, нужно принять во внимание эти цифры и начать действовать. Что нужно делать? Вот сейчас мы с вами поговорим о тех самых замечательных секретах, которые есть в этом бизнесе и которые помогают его строить, помогают его развивать. Первый секрет, и он самый главный, самый важный, поэтому он стоит на первом месте. Вы нужно пользоваться продукцией. Ольга сейчас очень хорошо об этом говорила. Нужно выглядеть лучше, чем окружающие. Нужно вам всегда, всегда, вне зависимости от вашего возраста, образа жизни, вида занятий и так далее, и так далее, и так далее, нужно пользоваться продуктом для того, чтобы выгодно отличаться от тех людей, которые вас окружают. Выгодно отличаться, лучше себя чувствовать, лучше выглядеть, быть более здоровым, более энергичным, более эффективным, более, 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 более. И тогда, тогда начинается и та самая добрая зависть, и те самые косые взгляды, и те самые вопросы, и вот тогда мы с вами составим все эти списки. Итак, господа, друзья мои, секрет номер один, порция продукции, изо дня в день, из месяца в месяц, каждый божий день, почему, почему Ольга Хризантемовна прекрасно сейчас все объяснила, вы все прекрасно увидели, что у нас с вами происходит, объединение почвы, снижение, минерально, там, какого-то микро-макроэлементного состава во фруктах и овощах, в мясе, в яйцах, везде, 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 везде. Значит, для того, чтобы быть здоровым, нужно получать определенный, определенный набор микро-макро-нутриентов, микро- и макро-нутриентов. Его нужно получать. И когда вы его будете получать, организм вам скажет спасибо, и вы будете именно тем самым продуктом, того самого продукта, который вы используете. Нужно влюбиться в него, в этот продукт, чтобы утром, просыпаясь, после того, как вы почистили зубы, у вас было, прямо аж под ложечкой должно сосать. Я хочу коктейль. Пойти и сделать себе стаканчик холодного, вкусного, классного коктейля, выпить его с удовольствием, улыбнуться детям, жене, сестре, брату, мужу, неважно кому, улыбнуться и с хорошим настроением, с бодрым чувством, пойти дальше, нести вот эту самую благую весть людям. И дальше. Секрет номер два. Архиважный секрет для того, что вы начинаете пользоваться продуктом, получаете каждый свой уникальный результат. Секрет номер два. посещайте абсолютно все мероприятия, обучающие семинары и тренинги, которые проводит компания. Я не знаю, где вы еще можете услышать вот такого позитивного, такого уверенного человека, как Перевалов. Ну, не знаю, не знаю. Это человек, который полностью знает весь наш продукт от и до. Девятый год использует этот продукт, девятый год на нем работает, девятый год его изучает на себе, изучает его действия на своих пациентах. И получает вот те самые потрясающие результаты, победители на всяких разных проектах. Я боюсь, что Ольга Хризантемовна скоро вас перестанут, клинику Рима Рита перестанут приглашать, скажут, что вы там купили все места победителей во всех проектах и всяких остальных проектах. Потому что вы суперпрофессионалы. Значит, и благодаря вот таким результатам, благодаря вот этим всем нашим маркетинговым ходам по продвижению нашей продукции, это всевозможные конкурсы, журнал эстет, и конкурсы миссис преображения, и еще, 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 у нас с вами появляются потрясающие вещи, у нас появляется потрясающая база, база результатов, появляются интересные люди, от которых, от этих профессионалов, от этих людей нужно брать то, чего не хватает вам. Мне очень не хватает знаний знаний Ольга Хризонтевна, я их не могу полностью все получить, но у меня есть возможность взять вот эту записанную презентацию, отправить ее всем тем людям, кому я, о ком я подумал сегодня, да, или завтра, или послезавтра, отправил ссылочку на это мероприятие, с приписочкой, посмотри, послушай, наверняка это интересно, может быть, тебя что-то занесет, давай мы с тобой поговорим, все, отправил эту ссылку, и эта ссылка, и Ольга Хризонтевна работает за меня, работает за меня, точно так же она будет работать за вас, презентации по бизнесу, презентации еще где-то, вот эти все мероприятия, обучающие семинары и тренинги, которые проводит компания, стремитесь на сцену, вот туда, вот к тем людям, которые стоят на этой сцене, для этого у вас есть сегодня все, есть потрясающий маркетинг, потрясающий план компенсации, есть шикарнейший продукт, продукт, который работает, продукт, за который не стыдно, продукт, который очень вкусный, нервничаю, аж в рту пересохло, надо водички попить, вернее, не нервничаю, волнуюсь, волнуюсь, потому что, ну это действительно, об этих вещах невозможно говорить равнодушно, о таких вещах, поэтому, вот на всех этих мероприятиях, вы знаете, очень часто бывает, слушает человек одно и то же, да, вот один и тот же человек говорит ему одно и то же, ничего не воспринимает абсолютно, но стоило ему услышать от какого-то человека, близкого ему по энергетике, либо по его представлениям о чем-то, услышать то же самое, вот абсолютно то же самое, у него бак в голове происходит что-то, щелкнуло, вот что оказывается надо делать, начиная делать и происходят потрясающие сумасшедшие вещи, поверьте, это именно пять, поэтому, где найти этих интересных людей, где найти тех людей, с которых можно брать пример, у которых есть чему учиться, а именно там, где есть успешные люди, именно там, где происходят вот те самые обучающие семинары, обучающие тренинги, мероприятия, эмоциональные, наполненные, вот именно там нужно искать этих людей. Секрет номер три, мы с вами об этом секрете уже говорили, поставьте перед собой реальные финансовые цели, не нужно рисовать себе в голове, что вы заработаете сегодня уже, вернее, придя в компанию, придя в компанию, вы на следующий месяц или в течение месяца вы заработаете там сто тысяч долларов, не надо себе врать, ни к чему это все, потому что для того, чтобы заработать, можно ли заработать сто тысяч долларов в сетевом маркетинге, можно заработать и больше, но врать себе не нужно, что вы заработаете их буквально завтра, для того, чтобы зарабатывать, нужно хорошо поработать, нужно очень хорошо поработать. Для начала, я думаю, что эта цель финансовая, в частности финансовая, это хороший стимул для нас с вами сегодня в нашей непростой экономической ситуации. Для начала поставьте себе цель, если вы используете Business Wellness Pro как доходные денежки, как подработку, поставьте себе цель такую, ближайшую, заработать денег столько, сколько вы зарабатываете на основном производстве или на основной своей работе. И когда вы до этого дойдете, вы увидите, что здесь, затрачивая 3, 5, 10, 20 часов в неделю, вы зарабатываете столько и тратя 40 часов, 5-дневка по 8 часов, тратя 40 часов в неделю на производстве, причем не вздумая опоздать, не вздумая идти раньше, там с обеда, в основном касается белых воротничков, никаких разных. Значит, у вас уже начнут появляться такие мысли, а могу я заработать больше? Конечно, могу. Если у меня получилось это, значит, я смогу заработать немножко больше. Что я для этого делал? Проанализировал, посмотрел. Да, я, оказывается, делал-то несколько просквичей. Я ел каждый день продукт. С несколькими людьми я разговаривал о продукции. С несколькими людьми в день я разговаривал о возможности дополнительного заработка, либо построения серьезного бизнеса, если человек не обременен основной работой. Значит, и он может уделить этому чуточку больше времени, чем вы. Я здесь разговаривал с несколькими людьми по продукции, по бизнесу, и это происходило в течение месяца, двух, трех, четырех. И у меня получилась вот такая вот организация, вот такой вот объем, вот такие деньги я смог заработать. Для этого мне, да, нужно было учиться в школе, в институте, набираться опыта жизненного. Нужно? Конечно, нужно. Это проще. Но нужно набираться опыта и здесь. И после того, когда вы узнали все о нашей продукции, сегодня практически полностью все, Ольга Хризантемовна рассказала все полностью о нашей продукции. И поставили перед собой цель, да, заработать, например, с Wellness Pro. Нужно ответить на вот такие вот простые вопросы, их тут буквально всего ничего. Четыре вопросика. Сколько часов в день я хочу работать? Какой доход мне нужен? После того, как вы уже заработали первые деньги, вы все узнали о продукте. Как я могу добиться поставленной цели и чему я могу? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Напишите, пожалуйста, меня слышно, потому что я смотрю, что пропал звук. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот секрет номер четыре. Задавайте вопросы своему наставнику. Мы об этом с вами говорили в номер три, что вот те самые финансовые цели, которые вы перед собой ставите, нужно их обсудить и задать эти вопросы своему наставнику, своему спонсору и обсудить с ним пути достижения. Здесь также не стесняйтесь задавать. Может быть, они кажутся такими простыми, такими вот стыдно, стесняюсь спросить, как вот мне, и поэтому хожу и думаю, как мне, вместо того, чтобы пойти и тренировать свой ментальный мускул, разговаривать с людьми и там что-то делать, что-то делать, двигаться, для начала начать пользоваться продуктом. Если не знаешь, что делать, сделай себе еще один коктейль, выпей его спокойно. Выпей его спокойно. Когда будешь пить коктейль, подумай, кому бы ты еще мог бы рассказать или кому бы проще всего было бы обратиться в то время, когда пьешь коктейльчик, кому бы еще можно было бы обратиться и порекомендовать попробовать вот этот замечательный, потрясающий. Сегодня у меня клубничный, завтра у меня малиновый, послезавтра у меня абрикосовый. Кому еще можно было бы обратиться с просьбой протестировать? У меня появилась интересная банка. Слушай, давай попробуем вместе. Может быть, как-то так. Не знаю. Задавайте вопросы своему спонсору-наставнику. Он чуточку вас сюда привел. Он же уже, у него появился какой-то опыт в работе с вами, с другими людьми, которых он привел в бизнес. И он вам поможет. Он вам обязательно расскажет. И не просто потому, что он такой хороший человек. Он в вас очень сильно заинтересован. И он вас будет холить и лелеять. И он вам будет помогать. И компания вам будет помогать. Почему? Потому что все мы, включая компанию, заинтересованы в том, чтобы каждый из вас стал потрясающе успешным человеком. Поэтому не сняйтесь, задавайте вопросы. Секрет номер пять. Больше дела. Больше дела. Меньше теории, больше действий. Успех приходит только тем, кто предпринимает попытки. И лучше десять, сто раз заговорить с потенциальными клиентами и консультантами, чем неделю сидеть. Чем нужно заняться в время, когда вы думаете? Я вам уже сказал. Замесите себе еще один стакан, еще одну порцию коктейля. Не хватает? Сделайте пол-литра коктейля. Если этого не хватает, выпейте литр коктейля. Тогда, может быть, хватит. Придет все. Составьте список контактов. Представьте себе, в голове, прорисуйте. По почте, телефону, e-mail, лично. Придете в гости, не придете в гости. Подумайте, как и где вы будете проводить встречи. И мы перед собой ставим цели на каждый день и каждую неделю. Вести запись. То есть, это бизнес. Его нужно вести по всем правилам бизнеса. То есть, это учет, контроль, планирование и анализ исполнения своих планов. Ведите запись. Закончилась встреча. Переходите куда-то. Сегодня телефон, интересная вещь. Там куча диктофонов. Анализируйте эту, вашу, эту встречу. Видите ее, запишите ее как-то. Обозначите там какие-то моменты. Зарегистрируйте все, что произошло на этой встрече для вас важного. Может быть, это нужно исправить. Может быть, это нужно использовать дальше. Может быть, это нужно заменить. Посмотрите, используйте. И дальше прослушивайте все эти вещи. Послушивайте, анализируйте. И вы получите те самые опыт, сын ошибок трудных, который поможет вам дальше продвигаться в этом бизнесе. Продвигаться не только в бизнесе, но и в целом по жизни. И общайтесь с успешными людьми. Успех – это штука заразительная. Это заразная вещь такая. Она цепляет, и потом не хочется просто переходить уже с другого уровня, опускаться ниже. Нужно, может быть, даже и не нужно опускаться ниже, а нужно просто пытаться и брать тех людей, которые ниже вас, и подтягивать их к себе с помощью нашего бизнеса, с помощью нашей продукции. И в здоровье, и в финансовом состоянии, и еще в чем-то. И в активности, и в энергичности, и во внешнем виде, в самочувствии. Всех их подтягивать до своего уровня. Поверьте, это вернется. Вернется, и верьте в себя. Верьте в успешных людей. Чем у тех, у кого есть чему поучиться. Поэтому не случайно, я еще в самом начале мы с вами говорили, что, ребят, давайте устроим мы с вами драчку за микрофон, за вот этот микрофон. Чем чаще вы будете выходить к этому микрофону, тем больше у вас появится веры в себя, которая преодолевает преграды. Может быть, кто-то из наших мечков, может быть, из людей уже опытных, которые довольно давно в этом увидят, услышат в вас для себя что-то очень важное, что поможет ему столкнуть этот бизнес, привлечь еще огромное количество людей. А среди тех людей появятся люди. Ну, в общем, это система, система живая, она должна жить. И в ней нужно жить в этой системе. Друзья мои, общайтесь с успешными людьми, становитесь успешными людьми. И если у вас есть шанс поучиться каких-то успешных людей, никогда не выпускайте его. И тогда у вас появляется гораздо больше шансов дотянуться до вершины жизни, до вершины того бизнеса. Помните притчу, да, который я вам рассказывал про моего наставника? Когда он мне сказал, будешь стремиться на крышу дома, или там на 9 этаж, ну, в лучшем случае доберешься до подвала или первого этажа дома. Но если ты будешь влюбиться к солнцу, идти к нему постоянно и знать, что ты хочешь в этой жизни, то ты обязательно попадешь на крышу. Не только дома, но и на крышу мира. И еще раз хочу сказать, помните, вера в себя преодолевает абсолютно все преграды. И в дополнение всему этому, о чем мы с вами говорили, на самом деле я же не хотел в самом начале сказать, что на самом деле нет никаких секретов. Но вот эти вот секреты, друзья мои, о которых мы с вами сейчас говорили, они дорогого стоят. И вот эти секреты, и вот этот наш продукт, который у нас с вами сегодня есть, который мы сегодня с вами используем все, и я, и Борис, и огромное количество людей, и куча клиентов, и куча консультантов, дистрибьюторов, как угодно называйте. Значит, мы с вами питаем сумасшедшую цель. И при построении своей, которая у вас будет, она у вас будет обязательно, если вы что-то будете для этого делать, какие-то те шаги будете для этого делать, она у вас появится обязательно. Начинайте подписывать прямо сейчас. Невозможно, еще раз скажу вам, невозможно не заработать денег, это самое меньшее, что вы можете здесь сделать, получить здоровье и заработать каких-то денег, но возможно построить серьезный, серьезный, с нашим продуктом, серьезный, большой, классный бизнес. Значит, на этом секреты наши закончились. Но у нас с вами еще есть немножко новостей, немножко с вами Новый год, впереди у нас с вами Новый год, да? Значит, смотрите, что у нас продолжаются, у нас есть вещи. Да, у нас произошло сегодня, к нам заходила одна клиентка в офисе, и спрашивает меня сегодня, какие у вас есть акции, нам так нравится работать по вашим акциям, приходить у вас по акциям, покупать одно, получать другое. Я говорю, классно, здорово, вовремя зашли. У нас сегодня потрясающая акция, у нас должен стоить, сначала опешил, ну, потом она заулыбалась и ушла сегодня, унесла со 6 банок коктейля и два набора косметики. Потрясающая вещь, классная, классная вещь, это работает, и это нужно, ее тоже нужно. Одно дело, вы отнесетесь, пропало, все пропало, не надо, ни в коем случае не надо. Начинайте подписывать людей прямо сейчас, начинайте строить свою команду, и вы начинаете зарабатывать больше денег. Вы начинаете зарабатывать больше денег. Смотрите, премия в долларах та же самая, в рублях она уже до 8, с лишним тысяч рублей. Бонус быстрого старта. Появилось у вас 10 человек, которые начали использовать в этом месяце программу, снижение, наборы веса, здоровье, фитнес, либо спортивную программу, неважно какую, 150 очков, начали люди использовать эти программы, они стали вашими консультантами, уже там со скидкой 30 процентов, вы заработали розничный, готовый доход, и вы плюс ко всему еще заработали, бонус быстрого старта. Вы заработали, и в рублях он опять уже становится больше. У нас цифры поменялись, да? Вроде как в очках и в процентах все осталось то же самое, но доход-то ваш стал сегодня, физический, физический доход стал выше. Значит, продолжается наш промоушен на премию за развитие, премию за развитие вашего бизнеса. Компания принимает участие в вашего бизнеса за ваше финансовое благополучие, финансовое благосостояние. 200 долларов каждый день 10 новых компаний. консультантов. Вход в вместе, там, журнал эстет, миссис преображения и так далее, и просто результаты ваших клиентов. Я знаю, что они есть. В Казахстане там потрясающие результаты, в Новосибирске, в Красноярске, в Москве, в Питере, в Саратове, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Израиле. Огромное количество людей, чтобы просто продавать эти результаты, зарабатывать деньги. Значит, с этим все понятно. Да? Да. Дальше. создавайте команду активных танков, активных людей. Создавайте свою активную команду. Здесь нарисованы только три ноги. Может быть 6, может 9, может 20, может. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. лучше. А сколько же у меня активных... тогда вы всегда будете получать полностью все причитающиеся вам... Если у вас есть организационный объем 2000 очков, вы переходите на долларов. И сегодня он составляет уже 6000 рублей. Работайте. Никто не говорит, что будет... Я же использую продукцию. А где деньги? А где... Кто знает о том, что ты используешь? Если ты закрыл эту стиль под одеялом, глотаешь таблетки по ночам, чтобы никто не видел, ни семья, ни жена, скрывать, что вы пользуетесь, потрясающий, сумасшедший, который есть на сегодняшний момент. Маркетинг план, который может свернуть, чтобы у вас все было параллельно и одинаково. Приходили вовремя и ум, и деньги. Как этими деньгами распорядиться, и что нужно сделать, и как с ними быть. Я знаю просто очень много примеров, когда сначала приходят деньги, а потом появляется понимание о том, что с ними дальше делать. Это плачевная ситуация, это такая очень страшная ситуация. Поэтому, ребят, давайте мы с вами договоримся о следующих вещах. Вот все те секреты, все те знания, которые в нас с вами вкладывают, все те спикеры, которые выступают на наших этих интернет-тренингах, на наших интернет-тренингах, не важно откуда, не важно из какого города, не важно, какой у него опыт. Самое главное, у него есть свой личный опыт, и он этот опыт доносит до этого из нас с вами. Не стесняйтесь, несите его, доносите его, и все случится, все произойдет. Вот о чем мы с вами сейчас говорили. Становитесь лидерами, не стесняйтесь, выбивайтесь из той самой сельмассы, в которой мы с вами находимся, вырывайтесь из нее, высовывайте, возьмите то, что с вами происходят позитивные, положительные изменения. И как только это все заметится, вы сами увидите, как вам станет намного легче, намного проще общаться с людьми и в плане здоровья, и в плане бизнеса. И тогда у вас все вот эти вещи будут происходить автоматически. И что у нас с вами впереди? А с вами впереди Новый год. Вот примерно вот такие подарочные сертификаты, мы их разработали, мы их вам показывали. Просто напоминаю, если кто-то еще не сделал, если кто-то еще не додумался, или не знал, не видел, не слышал, возьмите вот эти сюрпризы образец, можете их доработать, можете их изменить немножко, что-то еще. Надать эти флайеры, разместить, не знаю, в салонах красоты, в фитнес-центрах, там еще где-то, еще где-то. Ну, здесь вот перечислены, где мы это все можем сделать, до Нового года осталось, кстати, всего, сегодня у нас 12 число, всего осталось 49 дней. До Нового года осталось всего 49 дней. Давайте поставим себе такую цель, 29 числа, или там 30 числа, это будет там, нарисуем такую цель, последний рабочий день. И к этому времени мы с вами должны подойти. Каждый, там, 50 лет этим программам нашим по подарочным, да, десяток, два десятка наших новых контактов пойдут уже сами и успеют к Новому году заработать свои первые деньги, вредиться в том, что это работает, и помочь людям, кому-то, кому-то из людей помочь с выбором продукции, с выбором программ. Наверное, наверное, как-то так. Наверное, как-то так. Вот я это так чувствую. Как чувствуете вы? Ну, наверное, мы с вами это увидим, и вы сами это тоже увидите. Спасибо вам огромное. Я всем желаю, всем желаю успехов, чтобы вот этих сертификатов у вас было огромное, сумасшедшее количество, и чтобы к вам пришли огромное, сумасшедшее количество людей и сказали вам огромное спасибо за то, что ты меня познакомил и с этим продуктом, и с этим бизнесом. Всем успехов, удачи, спасибо. Мне остается поблагодарить наших замечательных спикеров. Огромное спасибо Ольге, Хризантин и Перевалов. Огромное спасибо Вячеславу. Тренинг действительно сегодня удался, потому что получили много позитивной, положительной информации, которая поможет в работе. И случайно сегодня Вячеслав говорил о том, что важно посещать все мероприятия. Вот этот ролик я очень люблю, потому что он показывает динамику компании, людей, результаты. для новых специальных людей, которые сегодня подключились, я хочу его поставить, чтобы вы увидели колоссальный успех, колоссальное развитие нашей компании. Мы с вами встречаем в понедельник в 19 часов по московскому времени на интернет-презентации для клиентов, для гостей, для новых консультантов. Субтитры создавал DimaTorzok Для меня, как для человека очень общественного и очень такого коммуникабельного, очень важно правильно питаться. Теперь я это уже поняла и у меня всегда с собой шейкер с Волоноспро. Ты могла влезть в свои самые любимые платья, и тут на помощь мне пришел продукт Волоноспро. Он очень вкусный, получается, что я пропускаю один или два приема питания, не испытываю чувства голода, и, слава богу, из забранных 8 килограмм 5 я уже сбросила. Это буквально за 4 месяца без особо большого труда. Субтитры создавал DimaTorzok Продукцию пользуются 18 января 2012 года. На сегодняшний день мой результат минус 62 килограмма. Я желаю удачи вам всем! В моей семье буквально от ребенка 2 лет до дедушки, которому 83 года, все-все члены семьи приверженцы продукта Волоноспро, это замечательно. И поэтому я хочу пожелать всем, чтобы они доверяли продукции, чтобы они смотрели то, что они едят, и в том, какая пища приходит к нам, в этом и есть наше будущее, сколько лет мы проживем завтра. Субтитры создавал DimaTorzok